Что означает истинное послушание? Часто говорят, что для мужчины очень важно это качество в женщине. И похожий вопрос, как научиться быть слабой, все передать мужские руки, научиться доверять мужчине? Это два разных вопроса. Первое, что такое послушание с точки зрения мужчины, с точки зрения его ценности? Очень интересный вопрос. А есть такое понятие целомудрие. И современной женщине так навязана вот эта программа, социум, что по целомудриям часто женщины понимают рабство. Такая заложена программа. Что, естественно, далеко от истинного понимания этого принципа. Послушание – это одно из качеств целомудрия, заключающееся в том, что мы идеологически, идеологически внутри согласны системой ценностей мужа. Когда женщина говорит, хорошо, я сделаю, как ты хочешь, но внутри есть глубокое несогласие, если она не видит в этом благо, то грош цена и послушание. Потому что мужчина будет понимать, что на самом деле женщина перечит, хотя делает, как он хочет. Поэтому, когда у нас нет внутреннего согласия, желательно сесть и обсудить, сказать, я очень хочу понять тебя, я очень хочу, чтобы у нас было единое согласие, понимание друг друга, но ты должен мне объяснить, почему я должна так делать, в чем мое благо. Пожалуйста, не нервничай, пожалуйста, не кричи на меня. Как бы ты на моем месте поступил, если бы вот тоже не понял, почему это надо делать, в чем это благо. Я не хочу тебя обманывать. Мужчины очень ценят правдивость, очень ценят. Да, они могут сами где-то скривить душой, но если женщина правдива, это очень большой бонус в вашу копилку. Поэтому послушание должно быть осознанным. Даже любая женщина должна понимать, что для нее сделать вот так, как хочет муж, является благом. Это благо можно обсуждать с мужем. И, соответственно, это не означает. Смотрите. Ну, допустим, я понимаю, что это для меня благо, но я не могу это сделать. По физическим каким-то причинам или по эмоциональным. Тогда я говорю, я понимаю. Дорогой супруг там, муж, как вы его зовете, неважно. Ну, это благо. Это было бы здорово себе это сделать. Потому что то было бы... И вы перечисляете, почему вы согласны с этой идеей. Но пойми меня тоже, что мне просто это трудно. Ну, вот как бы ты на моем месте сделал, если бы вот так не получалось? Я бы вот так сделал. Но я же не ты. Посмотри. Для меня вот эта проблема, эта проблема. Я же не спорю с тобой в основном принципе. Я не понимаю, почему я не могу это сделать. Или как мне убрать вот тот негатив. Как мне вот это понять. То есть мы опять-таки проясняем эти моменты. То есть послушание не означает отказ от собственного мнения. Послушание означает, что мы ищем, в первую очередь, единство в сознании. Поэтому это совсем противоположная идея, чем когда Женя говорит, окей, хорошо, хорошо будет по-твоему. Да? И при этом внутри, как бы в состоянии бытия, в своем умонастроении, она не согласна. Мужчина ощущает этот фон. И даже если вы сделаете, как он хочет, то он будет вот чувствовать это внутреннее противостояние. И оно будет отравлять атмосферу. Продолжение следует...